Образование заклистнуло волна модернизации. Учимся плавать инновационным стилем. И знаете, и знаете, набираемся мастерствам. Долю правды в этой шутке еще предстоит измерить. Районный конкурс «Учитель года-2012» вообще прошел под девизом «Внедрение инноваций». И даже бутафорский ларец на сцене тоже оказался инновационным, символизируя фактор накопления и сохранения вышеозначенного. Даже процедура проведения не лишена инноваций, поскольку на сей раз оценивалось выступление финалистов, сопровождающее церемонию награждения. Впрочем, инновации, то есть внедрение новшества, обеспечивающего рост эффективности любого процесса и образования в том числе, похоже, в ближайшее время станет заботой всех жителей района. Глава Александр Георгиевич Гладышев стал инициатором проекта нового федерального закона об инновационном муниципальном образовании. Проект закона полностью коренным образом меняет все, что у нас есть в нашей жизни. Тогда я опять вам буду платить зарплату, я опять вам буду платить премию. За все буду отвечать я. За медицину, за образование, за стандарты образования, за профтехучилища, профессиональную подготовку, которая сейчас не властная, за социальную защиту. И поэтому я говорю, оставьте мне хотя бы 20, мы все сделаем, но заработаем еще больше. Александр Георгиевич поздравил всех участников и победителей нынешнего конкурса педагогов, пожелал им успехов и личного счастья. Начальник управления образования Леонид Егорович Егоров присоединился к поздравлениям и напомнил, что конкурс – большое испытание, в то время как его участников никто не освобождал от профессиональных обязанностей. Награды, которые сегодня будут получать наши конкурсанты, они одни из самых больших и высоких не только в Московской области. В Священном Писании говорится, кому больше дано, с того больше и спросится. И вот стали лучшие. Лучшие сразу, естественно, предполагают те, по кому будут равняться. И учитель – это не только тот, кто дает знания. Знания и воспитание в школе – это не разрывные процессы. Наш конкурс в нашем районе, он всегда проходит по-особенному, по-праздничному, и он один из самых лучших. В районном конкурсе «Учитель года-2012» приняло участие 23 педагога. Те, кто не вышли в финал, получили свою порцию поздравлений, подарков и пожеланий дальнейших побед. Шестеро же смелых приступили к своему последнему конкурсному испытанию. Учитель математики Осаковской средней школы Марина Геннадьевна Лапанова стала героем сказочной эфирии, про нерадивого Вовку, Бабу-югу и инновационный ларец, став одной из главных героинь представления. То, что физкультура – один из любимых уроков в Старогородковской средней школе, не вызывала сомнений после выступления команды, поддерживающей учителя физкультуры Ольгу Викторовну Осипову. Поддержать любимую учительницу биологии Татьяну Владимировну Гладкову собрались ее ученики, выразив солидарность и готовность сохранить природу. Учитель английского языка Одинцовской школы номер 11 Светлана Александровна Куприянова представила блестящие результаты своей педагогической деятельности. Важность изучения русского языка и литературы, а главное – любовь к ним, своих воспитанников, продемонстрировала учитель Одинцовского лицея номер 2 Элла Викторовна Гордюшкина. А вот то, что грамотность, опыт, тонкий подход к самым юным учащимся, неотъемлемое качество хорошего учителя начальных классов, фактом участия их в выступлении доказала учитель лицея номер 6 Галина Станиславовна Кузьмина. Председатель жюри конкурса «Учитель года 2012» Гильда Александровна Бот выразила радость по поводу факта наличия в Одинцовских школах столь талантливых, преданных и опытных учителей, однако высказала сожаление об отсутствии среди конкурсантов учителей-мужчин. Александр Георгиевич выступал уже, и я поддерживаю это. Нужно думать нам всем вместе, и вот этот новый закон, если дай бог он будет принят, он даст нам возможность шире решать вопросы социальные. Мы решим проблему привлечения и вообще молодых специалистов, и мужчин-специалистов в том числе. Самый радостный момент награждения прошедших конкурсный марафон до конца. Цветы, подарочные сертификаты, ценные призы вручили члены независимого жюри, куда вошли депутаты, руководители организации, педагоги. К ним присоединились главы муниципальных поселений. Глава района вручил дипломы победителей конкурса и сертификаты на денежные премии. Наконец, достигнув апогея, напряжение разрядилось объявлением имени победителя. Учителем года 2012 в Одинцовском районе стала учитель начальных классов лицея номер 6 имени Пушкина Галина Станиславовна Кузьмина. Справившись с нахлынувшим волнением, она поведала, что не сомневалась в своей победе, поскольку помогали коллеги, родители и воспитанники. Оказалось, конкурс многое дал, позволил взглянуть на себя со стороны, понять, что есть чему учиться и без инноваций здесь не обойтись. Без этого сегодня не обойтись, без инноваций. Но вот сегодня говорят, современный учитель, чем он должен владеть, каким он должен быть. На мой взгляд, какое бы время учитель ни работал, в первую очередь он должен оставаться человеком. Если это есть, то инновации освоим. Теперь Галини Станиславовне предстоит защищать честь Одинцовского района на областном конкурсе «Учитель года», в то время как ее коллеги приступят к работе по разработке и внедрению инноваций в школах. Ольга Винтер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».